Морской конь. Аварская сказка. Жил в давние времена человек, и было у него три сына. Каждый день приходили они рано поутру к отцу узнать, здоров ли он, не нужно ли ему чего-нибудь. Вот раз пришли они и увидели его в великой печали. «Что с тобой, отец?» – спросили сыновья. «Огорчили тебя дурные вести или беда какая случилась? Отчего ты такой невеселый?» «Не было дурных вестей, и беды со мной тоже не случилось», – ответил отец. «Не дает мне покоя сон, который видел я в эту ночь». Снилось мне, что взошло над морем солнце, а вслед за ним выплыл на морской берег снежно-белый конь. В один миг обежал он трижды вокруг земли и снова канул в море, а вслед за ним на дно морское упало и мое сердце. «С того часа, как увидел я этот сон, немил мне стал дом наш и весь свет. Хочу добыть этого коня». «Успокойся, отец!» – сказали сыновья. «Мы пойдем за этим чудом и добудем его, или не вернемся». Они вскочили на коней и поехали. В полдень третьего дня очутились братья на перекрестке трех дорог и увидели камень, на котором были высечены такие слова. «Кто пойдет направо, будет жив. Кто пойдет налево, тоже будет жив. Кто прямо пойдет, или счастье найдет, или сам пропадет». Старший брат поехал по правой дороге. Средний повернул налево, а младший погнал коня напрямик. «Зачем ты едешь по этой опасной дороге?» – закричали братья. «Поезжай с нами». «Нет», – ответил тот, – «будь что будет. Если погибну, расскажите отцу, как расстались». И поскакал он, не оглядываясь, по прямому пути. Ехал он, ехал, ехал днем, ехал ночью, оставил позади бурные реки и перевалил через одну нашу гору и через две чужие, миновал три долины и пять ущелий, а тропинками счет потерял. Наконец доехал до дремучего леса. Плутал он в этом лесу день, плутал неделю, плутал месяц, плутал год, но ни следа человеческого, ни жилья, ни выхода из леса найти не мог. Голод и жажда измучили его, одежда на нем износилась и висела клочьями, конь его пал, а боевой меч покрылся ржавчиной. И вот, когда юноша уже совсем отчаялся, он увидал на земле след человеческой ноги. Только нога-то была удивительная, длиной в три оршина, шириной в оршин. Юноша не побоялся, пошел по следу. Лес перед ним раступился, и он вышел на большую поляну, посреди которой стоял дворец до самого неба. Юноша вошел во дворец и увидел великаншу, старуху Карт, которая дремала у очага. В одно мгновение подбежал он к ней и коснулся губами ее груди, в знак того, что хочет быть ее сыном. «Ну и хитер же ты!» – сказала старуха Карт. «Теперь, по нашему обычаю, ты стал моим названным сыном, а я твоей матерью. Не сделай ты этого, пришлось бы тебе худо. Откуда ты? И что тебе надо?» Юноша рассказал ей о снежно-белом коне. Старуха Карт задумалась. «Такой конь действительно есть. Это конь морского шаха, что живет на дне моря. Каждый день с восходом солнца выплывает конь на сушу, в один миг трижды обегает вокруг света, купается по пути в молочном озере, валяется на белом песке и снова уходит под воду. Там, на морском берегу, где резвится он, стоит чинара. Она так высока, что достигает вершины до самого неба, а на вершине ее висят золотое седло и серебряная уздечка. Кто поймает морского коня и наденет на него эту сбрую, тот и будет ему хозяином. Старуха Карт накормила юношу, дала ему одежду, оружие, доброго коня и показала дорогу к морю. Ехал он долго, ехал он трудно, ехал днем, ехал ночью, приехал, наконец, на берег моря. Снял с чинара золотое седло и серебряную уздечку, вырыл в песке яму и спрятался в ней. До восхода солнца он не сомкнул глаз. Когда стало светать, и солнце поднялось из-за тихого моря, юноша увидел, как вслед за солнцем выпал из морской пучины снежно-белый конь. Вмиг обижал тот конь трижды вокруг земли, искупался в молочном озере и стал валяться на белом песке. Вскочил тогда юноша на коня и обвил руки вокруг его шеи. Морской конь подпрыгивал до самых облаков, а потом ударялся о берег. Земля дрожала под его копытами. Но юноша не разводил рук и только теснее прижимался к шее коня. Так длилось до глубокой ночи. — Ты победил! Теперь я твой навеки! — сказал, наконец, конь человечьим голосом. — Оседлай меня, надень уздечку, и я повезу тебя, куда ты захочешь. — Юноша оседлал коня золотым седлом, надел на него серебряную уздечку и сказал, — Отвези меня к моему отцу. Вдруг среди ночи стало светло, как днем. Юноша спросил, — Что это светится? Они поехали на свет и увидели на маленькой поляне золотое перо, сверкавшее, подобно солнцу. — Какое красивое перо! — воскликнул юноша. — Взять его или нет, как ты думаешь? — Не возьмешь — пожалеешь. — Возьмешь — раскаешься! — ответил ему морской конь. — Уж лучше взять да каяться, чем не взять и жалеть! — сказал юноша. Поднял перо, воткнул его в шапку, и они отправились дальше. Вскоре они увидели большой город, которым правил кривой шах. Крепкие стены окружали город, и все ворота были закрыты на ночь. Конь напился из родника у городской стены и попросил, — Пусти меня на траву, а когда понадоблюсь, кликни только, и хоть буду я за семью горами, мигом явлюсь к тебе. Юноша отпустил коня, спрятал перо в карман, накрылся буркой и уснул, как человек, который не спал шесть ночей. А жители того города, увидев, что ночь вдруг стала светлой, как день, а потом опять потемнело, бросились к кривому шаху и рассказали ему об этом чуде. Кривой шах испугался еще больше, чем его подданные, и велел поставить на городской стене сто дозорных. Всю ночь не сомкнул он глаз от страха. Едва стало светать, кривой шах высылал на разведку отряд всадников, вооруженных как для битвы. Они увидели юношу, разбудили его и повели во дворец. — Тебя нашли спящим у городской стены, — сказал шах. — Не знаешь ли ты, что это сияло сегодня ночью, словно солнце, а потом вдруг погасло? — Знаю, — сказал юноша и вынул из кармана золотое перо. Руки у шаха затряслись от жадности. Он схватил перо и велел спрятать его в свою сокровищницу. — Тебе принеси мне птицу, которая уронила золотое перышко, — закричал шах. — Я хочу владеть этой птицей. — Пошли своих слух, — ответил юноша. — Я тороплюсь домой. Меня ждет, не дождется отец. — Ты просто трус! И шах во ярости затопал ногами. — Ты трус, и глашатые мои прикричат об этом по всему свету! Обиделся юноша. — Постой же! — подумал он. — Покажу я тебе, какой я трус! Пришел юноша в поле, стал звать морского коня. — Откуда ни возьмись, вырос перед ним снежно-белый конь. — Что ты так печален? — спросил конь у хозяина. — Пообещал я кривому шаху поймать птицу, которая уронила золотое перо. — Да не знаю, где ее искать. — Не печалься, — сказал морской конь. — Было бы все у нас, и впредь так же легко. Помнишь озеро, где я купался? — Помню, — ответил юноша. — У морского шаха есть три дочери. — Продолжал конь. — Каждый день превращаются они в голубей и прилетают купаться в этом озере. — Пёрышко, которое мы с тобой нашли, уронила из своего крыла младшая дочь. Ты притаись в кустах на берегу. Когда морские царевны прилетят купаться и сбросят на песок оперение, возьми оперение, младший, спрячь за пазуху. Девушка будет плакать, но ты не отдавай ей оперение, и тогда она пойдет за тобой повсюду. Обрадовался юноша, сел на коня, и конь одним прыжком перенес его к озеру. Юноша спрятался в кустах и стал ждать. Наступил полдень, прилетели три голубя. Все они сбросили на песок золотое оперение и превратились в девушек-красавиц. А когда они вошли в воду, выскочил юноша из кустов и схватил оперение младшей дочери. Младшая дочь заплакала, но юноша не сжалился над ней, спрятал пёрышки за пазуху, как велел ему конь. А две старшие сестры обратились в птиц и стали кружить над младшей. — Сестрицы! — закричала младшая со слезами. — Пришло время нам расставаться. Принесите мой сундучок с одеждой. Не успел юноша оглянуться, как голубки прилетели с сундучком, бросили его на берег озера и взвились в синее небо. Девушка оделась. Юноша вскочил на коня, посадил её позади себя в седло и отправились они в путь. — Куда мы едем? — спросила красавица. — Мы едем к кривому шаху. Он грозился ославить меня трусом, если я не приеду, — ответил юноша. — Не хочу я к нему ехать! — закричала девушка. — А я не хочу прослыть трусом! — возразил юноша. И пока они так говорили, добрый конь уже прискакал к тому самому городу, где правил кривой шах. — Вот, — сказал юноша, — теперь ты шах! Не посмеешь бросить мне, что я трус! — Птица, роняющая золотые перья перед тобой. Увидел кривой шах морскую царевну и захотел жениться на ней. — Ты мне в деды годишься, — сказала морская царевна. — Был бы ты молодым, я, быть, ещё, может, подумала. — Как же мне стать молодым? — закричал шах. — Научи меня! — Вели выкопать за городом колодец глубиной в шестьдесят оршин, — сказала девушка. — Наполни его молоком красных коров. Искупайся в том молоке, и ты превратишься в юношу. — Что за выдумки! Во всём моём царстве не найдётся столько красных коров! — рассердился кривой шах. — Вот возьми, — сказала красавица, и бросила маленький красный платочек. — Пошли кого-нибудь вон на ту высокую гору. Пусть встанет там и махнёт этим платком. Только поднялся человек на вершину высокой горы и взмахнул красным платочком, как с гор зелёных полян из лесов и тысячи разных стран стали сбегаться к городу красные коровы. Пока морская царевна доила их, слуги шаха выкопали колодец глубиной в шестьдесят оршин и всё молоко вылили в колодец. — Ну что ж, купайся, — сказала царевна. Но кривой шах испугался. — Колодец-то ведь был глубиной в шестьдесят оршин. — Вот как! Да ты сам, оказывается, трус! — засмеялась красавица. Обиделся кривой шах на эти слова, прыгнул в колодец и как свинец пошёл ко дну. Там, говорят, он и до сих пор лежит. А юноша попрощался с жителями города. Очень они были рады, что кривой шах утонул. Сел на морского коня и поехал с морской царевной к отцу. Ехали они не спеша, и вот однажды остановились на ночлег в маленьком селе. Они были голодны, и юноша пошёл купить чуреки. Вдруг бедный человек, у которого покупал он чуреки, бросился обнимать его. Это, оказывается, был старший брат, который поехал направо. Он не нашёл коня, а вернулся домой с пустыми руками, постыдился и жил теперь тем, что пёк и продавал чуреки. Юноша купил старшему брату одежду, оружие, коня, и они поехали дальше уже втроём. Ехали, не торопясь дней, не считая, и остановились в маленьком городке отдохнуть. Там встретили несреднего брата, который отправился по левой дороге. И он не нашёл коня, и теперь жил тем, что продавал на базаре холодную воду. Младший брат купил среднему одежду, оружие, коня, и уже вчетвером поехали не напрямик к отцовскому дому. Но чем ближе подъезжали они к родным местам, тем сильнее завидовали удачливому младшему брату неудачливые старшие. И между собой потихоньку говорили так. «Как будем мы дальше жить на свете? Как покажемся мы на глаза нашему отцу? Нет, нет, надо как-нибудь избавиться от этого мальчишки, и тогда конь и дочь морского шаха достанутся нам». «На нашем пути, я знаю, будет глубокая пропасть», — сказал старший брат. «Как станем подъезжать к ней? Давай предложим этому нашему удачнику скакать на спор. Чей конь быстрее? Его конь, конечно, вырвется вперёд и упадёт в пропасть». На том и порешили. Вот стали они подъезжать к пропасти, и старшие братья сказали младшему, «Давай скакать на спор. Посмотрим, чей конь быстрее». «Вы что ж, худите?» — удивился юноша. «Мой конь может трижды в один миг обежать вокруг света. Как же вам тягаться со мной?» «Ничего», — отвечали старшие. «Зато мы увидим, как скачет твой конь». И они поскакали. Морской конь, звеня под ковами, в вихрем помчался к пропасти и остановился, как вкопанную её края. Юноша не усидел в седле и полетел головой вниз в пропасть, а дочь морского шаха свалилась на зим. Кинулись братья ловить морского коня, но едва протянули к нему руки, как он уже скрылся из глаз. Приехали старшие братья в родной город, заперли морскую царевну на замок и пошли к отцу. На одну ложь громоздили они десять, на десяти строили сто, рассказывая ему о своей ловкости и удали. «А коня, которого ты видел во сне, отец?» — закончили они свой рассказ. «Нет на свете. Не осталось такого места на земле, где бы мы ни искали его». «Не надо мне коня. Скажите, где ваш младший брат?» — спросил отец. Он поехал один по опасной дороге, не послушался, — нас ответили братья, — и погиб, наверное, в пути. Велико было горе отца. Он оделся в черные одежды, и все соседи оплакивали вместе с ним гибель отважного юноши. А старшие братья то и дело посылали свах к дочери морского шаха, и каждая сваха расхваливала своего жениха. «Пусть берегутся эти обманщики», — отвечала свахом царевна. «Я сама знаю, за кого выйду замуж». И она смотрела в окно, у которого сидела целые дни, не сводя глаз с проезжей дороги. А однажды утром дочь морского шаха увидела, наконец, как кружится вдали морской конь, грызет у дела и косит на нее огненным глазом. Она махнула ему рукой, и тотчас морской конь встал у нее под окном. «Где твой хозяин?» — спросила она. «Ты же знаешь, свалился в пропасть», — ответил конь. «Мы должны спасти его», — воскликнула дочь морского шаха. «Накинь мне на шею веревку подлиннее», — сказал конь, — «я вытащу его из пропасти». У красавицы не было веревки. Она обрезала свою золотую косу, свила из нее длинную веревку и набросила на шею коню. В тот же миг конь очутился у пропасти и опустил золотую веревку на самое дно. Юноша схватился за нее, выбрался на белый свет, сел на морского коня и поскакал в родной город. А старшие братья, как услышали знакомый звон подков, пустились на утек, один на запад, другой на восток, и до сих пор еще, пожалуй, бегут. Так храбрый юноша добыл своему отцу снежно-белого морского коня и женился на красавице, дочери морского шаха. Свадьба была очень веселая. Дули в кожаную зурну, били в медный барабан. Кто бы ни пришел, уходил сыт и пьян. Говорят, и сейчас еще пьют и едят.